Коллеги, добрый день. Отвечая на ваш вопрос, Юрий Петрович, или точнее, может быть, позвольте на шаг назад еще отступить, о чем сказал Вячеслав Сергеевич, мы вообще импортозамещением достаточно плотно начали заниматься еще с 2014 года. И вообще под фразой импортозамещения на самом деле заложен очень такой серьезный и трудоемкий процесс. Почему? Начиная от идеи того, что действительно нужно замещать, что действительно нужно рынку. И первым делом мы должны были решить вопрос по сырью и материалам. И я могу так сказать, что на начало 2014 года мы не производили тот металлопрокат и тот металл, который действительно абсолютно четко конкурировал бы с зарубежными производителями. Соответственно, первое, что мы сделали, мы пошли к металлургам. И совместно с металлургами на протяжении практически трех лет мы разработали и совместно начали производить вот те конструкционные стали, те стали, которые призваны работать в почве. Поэтому вот с чего мы начали. А идея технопарка, она пришла, ну, наверное, логично относительно того, что мы увидели, опять же, у наших зарубежных, как сейчас модно говорить, партнеров. То есть на самом деле эти проекты достаточно успешно были реализованы в ряде европейских стран, где государство на сегодняшний день вкладывает определенные финансы совместно, конечно, с частными инвесторами, ну, чтобы, грубо говоря, был тот человек, который, по сути, отвечает за финансовую составляющую этого проекта, чтобы действительно он был успешен. Так вот, идея родилась как раз для уже реализации программы импортозамещения. И когда мы, сдавая в эксплуатацию данный объект, подошли к, вот вы можете увидеть на экране, верхние две фотографии это было, ну и, соответственно, две нижние фотографии это стало. То есть действительно мы получили на сегодняшний день абсолютно современный высокотехнологичный завод, причем на сегодняшний день у нас есть возможность для дальнейшего развития этого проекта, так как не все производственные площади задействованы. Но даже на сегодняшний день мы имеем возможность в рамках того технологического оборудования получать абсолютные полные аналоги тех узлов и деталей, которые либо ставились на российскую технику до недавнего времени, либо изготавливать те узлы и детали, которые на сегодняшний день крайне необходимо заместить на ранее поставленную импортную технику. То есть на импортную технику можно тоже делать здесь будет? Совершенно верно, да. Детали. Да, вот мы видим первую очередь запуска, то есть здесь однозначно все оборудование с числовым программным управлением, это оборудование и раскроя, и сварочный робот, и обрабатывающие центра, то есть это все то, что на сегодняшний день позволяет, а, получить высокое качество, и, б, сделать это достаточно высокотехнологично и производительно. Для того, чтобы, ну и, соответственно, себестоимость наша была вполне адекватна относительно аналогов. Здорово. А скажите, пожалуйста, какие проблемы у вас сегодня есть, как вы решаете все санкционные истории, какие есть реальные трудности, что сдерживает движение вперед? Если говорить именно конкретно о промышленном технопарке Юг Алтай или об объединении компании «Алмаз», то мы, наверное, к этой истории подошли максимально подготовленные, потому что степень локализации сегодня нашей продукции составляет более 95%. То есть, вот о чем сказал как раз Вячеслав Сергеевич, у нас, по сути, нерешенных два вопроса. Это подшипники, но понятно, что азиатские наши партнеры нам помогут, и гидроцилиндры, там, где, к сожалению, азиатские партнеры помочь на сегодняшний день не могут, потому что у них действительно эти компетенции тоже не развиты, так, как это хотелось бы. Но на сегодняшний день реализуются проекты внутри Российской Федерации, и есть уже ряд заводов, которые на сегодняшний день выполняют наши заказы по производству гидроцилиндров. То есть, уже гидравлика пошла российская уже? Да, есть. Единственный, конечно, нюанс, что пока ряд компонентов внутри гидроцилиндров, конечно, импортные, там, по сути, два основных момента, но на сегодняшний день проходит тот же процесс, о котором я говорил вот ранее, это заместить эти компоненты, то есть, там, штоки плюс резинотехнические изделия. Ну, я думаю, что в ближайшее время этот вопрос тоже будет решен. Здорово. Ну, а что нужно сделать в целом в машиностроительном комплексе, чтобы все задачи наши были решены? Ну, наверное, следуя нашему опыту, конечно, хотелось бы, чтобы как можно больше было реализовано вот подобного рода проектов. Ведь основная, ну, наверное, основной эффект от этого проекта, когда государство, вложив достаточно серьезные деньги в высокотехнологичные решения, получает, ну, с одной стороны, государство получает свой эффект относительно тех налоговых, дополнительных налоговых выплат, которые образуются в связи с увеличением производства, а, в частности, для частного бизнеса появляется возможность работать, реализовывать те технологии, о которых, в принципе, мы не могли бы и мечтать. Потому что мы посчитали, вот если бы это оборудование приобретала частная компания, то, ну, срок окупаемости такого оборудования был бы порядка 40 лет. Ну, то есть, одна единица оборудования стоит более 130 миллионов. Ну, конечно, это очень долго, 40 лет, это практически, там, жизнь активного человека. Совершенно верно, да. Целого поколения. И, если это я сказал о технологической или технической составляющей, есть еще ряд моментов. Вопрос на сегодняшний день, он такой немножко спорный и дискуссионный, но, тем не менее, нам в любом случае нужно стимулировать спрос. И вот, если на сегодняшний день работает, как, ну, по моему мнению, очень эффективно программа, связанная с кредитованием, ну, или реализацией продукта лизинга, Росагролизингом, да, льготный федеральный лизинг, то параллельно могла бы, в принципе, работать та же программа 1432, которая буквально, там, два года назад практически вытягивала всю отрасль сельхозмашиностроения. Хорошо бы ее вернуть. Да, она сейчас работает, но она по ряду требований на сегодняшний день, ну, по сути, не работоспособна. И момент какой, то есть в этой программе, то есть эти две программы, они не конфликтуют. Если Росагролизинг, он позволяет сельхозтоваропроизводителю, у которого нет свободных, ну, скажем так, средств, инвестиционных средств, вкладываться в свои основные фонды, то 1432 как раз позволяет решить задачу тем, у кого есть эти деньги и те, которые бы максимально эффективно хотели бы вложить эти деньги, то есть получив технику с существенной скидкой и государство это бы субсидировало. Поэтому мы бы однозначно увеличили спрос наш внутренний, ну и, соответственно, помогли бы предприятиям сельхозмашиностроения двигаться дальше, наращивать объемы. И второй главный момент, мы парадоксально, но сегодня сталкиваемся с другим давлением, это наш неожиданно укрепившийся рубль. Мощный, крепкий рубль. Да, мощный, крепкий рубль, все этому удивляются, но тем не менее мы на сегодняшний день получаем парадоксальную ситуацию, когда по некоторым компонентам на нашем рынке выгоднее становятся производители из Турции, из Индии, из Китая. И проблема вот в чем, беспрецедентный рост стоимости металла, который был в прошлом году, он на сегодняшний день нас давит сформировавшейся рыночной ценой на металл. Да, она немножко отскочила вниз, там максимум процентов может быть на 15-20, но при сегодняшней цене или при сегодняшнем курсе рубля по отношению к доллару, мы понимаем, что вот как раз по этой причине, по причине прошлогоднего увеличения цены на металл, мы не можем адекватно конкурировать с нашими зарубежными партнерами. Если бы цена на металл была такая, которая была на 1 января 2021 года, мы просчитали экономику, мы бы, конечно, вполне... Мы бы были чемпионами здесь по посту. Да, вопросов никаких нет, мы бы, конечно, очень успешно конкурировали. На сегодняшний день есть достаточно серьезный вопрос. Поэтому я бы подошел к решению этого вопроса очень дифференцированно. То есть, с одной стороны, да, нам нужно сейчас максимально открыть импорт по тем узлам, деталям, машинам, которые действительно не производятся в России и нет достаточного количества. Но там, где мы наработали очень серьезные компетенции, там, где заводы выпускают абсолютно четкие аналоги конкурирующие, здесь бы, конечно, следовало бы... Рынок нужно защищать. Совершенно верно. Спасибо, спасибо.